Всем здорово! И сегодня будет то, что я люблю. То, собственно, из-за чего я и стал когда-то популярным. Кола плюс ментос. Да, опять. Всем надоело, наверное, да? Мне нет. Знаете, ребят, многие люди делают подобную реакцию по сей день. Но их проблема заключается в том, что они просто делают это банально. Они берут колу, берут ментос, забрасывают и вуаля, фонтан. Хе-хей, круто. Вообще нет. Но я каждый раз делаю это изощрёнными способами, с новыми идеями, с новым посылом. Это самое важное, что отличает меня от других. Но если вам надоело колу и ментос, то я могу смешивать пепси. Почему бы и нет? В общем, сегодня я решил поэкспериментировать в очередной раз с колой и ментосом, только сделать это в блендере. Что же будет? Я думаю, на это стоит посмотреть. Давайте начнём с самого простого. Просто поместим газировку в блендер, посмотрим, что будет и будет ли вообще что-нибудь. А потом будем повышать уровень опасности. Но прежде чем мы начали повышать уровень опасности, люди, которые видят меня впервые, вы оштрафованы. Вы оштрафованы на подписку. Подписку на канал. Вот. Это как пикап-мастер, только подписк-мастер. Клёво, да? Вы оштрафованы. Круто придумал. Вообще нет. В общем, подписывайтесь. Ну а мы пошли в душ. Потому что здесь я этого делать не собираюсь. Потому что будет ядерный пипец. Почтите. Ну что ж, ребят, мы уже находимся в ванной. В душу, в смысле. Для начала просто зальём колу и посмотрим, что будет. Странно. Мы залили и абсолютно ничего не произошло. Как это так? Ладно, шутки шутками. Давайте попробуем его включить. Закрываем. Включаем. Запускаем. В принципе, практически ничего не произошло. Просто немножко блендер открылся. Но напомню, вам здесь пока что ещё не было ментоса. Сейчас посмотрим, что будет с ментосом. Снова заливаем полу. И готовим целую пачку ментоса. Что будет, я боюсь представить. Есть вероятность, что ничего не произойдёт. Но мы сейчас увидим. И не будем медлить, а то газы уходят. Вот, смотрите, пошли. Забрасываем полностью пачку ментоса. Вот прям вот так. И на счёт три включаем. Три. Бум! Скажем так, реакция в этот раз была гораздо эффективнее. Например, потому что... Кола пролилась прям мне на пол. Плохая кола, плохая. Но всё же будем честны. Реакция была, ну, не совсем такая, которую я ожидал. Есть одна вероятность, почему всё же этого не произошло. Крышка блендера чересчур плотно прилегает к блендеру. А именно поэтому она чуть-чуть приоткрывается и всё. Так что давайте попробуем взять другой блендер. Чего-чего? А блендеров у меня много. Два. Много. Один мало, два много. Ну и, собственно, сразу заливаем колу. Ну и закидываем сюда ментос. Закрываем. И на счёт три включаем. Три. Говно. Плохой блендер. Очень плохой блендер. Ладно, у меня есть ещё одна идея. В этот раз мы не будем выливать туда колу. Мы просто сразу поместим колу и ментос в закрытом состоянии. И что из этого получится, я вот боюсь представить. Я сомневаюсь, что что-то будет сильнее, чем вот эта реакция. Помещаем колу и ментос. Ну а теперь закрываем. Нормально. Можно, в принципе, включать. Готово. А вообще, на самом деле, это шутка. Смешно очень вообще. А-ха-ха. К сожалению, как вы поняли, поместить бутылку невозможно. Потому что она больше, чем нужная. Именно поэтому нам её нужно уменьшить. Что ты несёшь, придурок? Уменьшить бутылку Кока-Колы. Да, это возможно. Для этого нам потребуется обычная бутылка Кока-Колы. Пустая бутылка Кока-Колы. И горелка. Не уверен, что всё получится. Но, в общем, нам её нужно немножко подплавить. Готово! Выглядит на чертовски ужасно. Как моя жизнь. Но это всё потому, что не было этикетки. Ты уверен? Во! Всё почти поменялось. Так намного лучше. Так гораздо лучше, да. Ну, в общем, всё. Мы сделали её. Из пол-литра превратилось в 0,25. Потому что из пол-литровой бутылки мы смогли поместить только половину. Но, собственно, нам больше и не надо. Какова наша цель? Нам нужно поместить сюда ментос. В очередной раз мы это сделаем при помощи изоленты. А теперь всё закрываем. Бутылка начинает хорошо раздуваться. Нам нужно... Нам нужно её ещё хорошенько встрясти. Очень хорошо встрясти. Ну, а теперь попробуем засунуть в блендер. Опускаем её в блендер. Закрываем блендер. И включаем блендер. Воу-воу. Полегче. Что-то прям чересчур жёстко. Вот тут я чуть-чуть не накакал. Ну, собственно, и всё. Чё-то как-то не очень получилось. Я думал, получится что-то более эпичное. Но, сами понимаете, если бы наш блендер был высотой хотя бы один метр, и при этом оставалась бы точно такая ширина, то тогда бы реакция получилась гораздо эпичней. Но, к сожалению, нет таких блендеров. Ладно, давайте попробуем провести последнюю реакцию. И всё, на этом закончим. Помещаем кока-колу. Ещё кока-колу. И вот его. Почему бы нет? Ну, а теперь всё это дело включаем. Раз, два, три. А Севан Ап, кстати, до сих пор живой. Его можно пить. А жестяная банка кока-колы выглядит вот так. Это только первая половинка. Вторая половинка выглядит вот так. Ну, собственно, на этом видеоролик подошёл к концу. Если он вам хоть чуть-чуть понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши новые идеи. Ссылка в описании. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok